здравствуйте ребята рыболовы вчера мы съездили за карасем не очень удачно николай николаевич правда парочку поймал но не не особо таких грамм по 200 я вообще ничего не поймал вот осталась прикормка насадка решил я приехать половить на осетре посмотреть все таки что же за ситуация здесь у нас на сетре вот такая красивая картинка здесь вот вообще кто-то сделал мастушечку сидим сейчас как дворяне но будем смотреть что у нас получится погода нашу погода уже который день дует юго-восточный сильный ветер я еще из-за чего приехал на все даже здесь потише как вы можете заметить посмотрим что у нас из этого получится я решил сегодня на баллонку с ней здесь попроще справляться в каком плане ветки наверху так что с 7 метров к здесь можно не разгуляться а запахнуть нужно далековато попробуем ловлю на опарыша который остался со вчерашней рыбалки есть пшеничка сейчас попробую наверху ветер гуляет здесь вроде пока пока тихо кормить буду тем чем осталось со вчерашней рыбалки корм покупной дунаевский и добавил туда черного хлеба причем хлеба самого такого дешевого как пластилин вот он хорошо работает с прикормкой делает ее вязкую по крайней мере в кормушках держится очень хорошо но я думаю что здесь и на дне здесь течение не сильно на дне здесь тоже кто-нибудь получится здесь вот у берега идет глубина там не летом и зимой здесь уже все исходили ловить удобно ловить замечательно было бы кого единственный недостаток и он нам не даст как следует поснимать отражаются противоположные деревья в воде и поплывок очень плохо видно сам то я вижу но с камерой наверное будет тяжело поклевочка было какое-то прикосновение обсосанной ну здесь еще конечно здорово мешает уклейка ловить то ее можно не хочу не хочется попробовать все-таки плотвичка есть или нет потому что осетр всегда отличался плотвой хоть не крупный ну бывает и крупный конечно ну хотя бы просто посмотрите а вот ловить уклейку но не дело не интересное честно говоря народу что-то нет никого в устье там стоят в устье могут стоять сетями вот чего мне не нравится обычно я уже говорил перегораживают вход в осетр сетями те устье вот там за поворотом дело-то такое знакомое а вот там дальше перекат почему на осетре много перекатов раньше было много мельниц и у каждой мельницы были типа запутки перекатки перекатом здесь много и вот возле перекатов рыба берет поинтереснее потому что обогащается кислородом летит всякие козявки ну корм короче говоря вот тут вот не хватало еще только лодок не хватало он сейчас до переката дойдет а может поехали сеть снимать черта знает ну сядь ты вот с удочкой получи то удовольствие погоняй туда-сюда нет надо обязательно сеть поставить поймать в нее в 3 перстовку 100 граммовый плотвы ведро что потом с ней делать не знаю еще плотвичка но я весь улов то показывать не буду я их отпускаю и не нужны но такие симпатичны можно подумать что прям такой голод наступил шум любыми путями надо чего-то ловить не понимаю какой ветер поднимается всем даже нехороший причем я говорю этот юго-восточный ветер от него не спрячешься нигде а потом он сильный вроде бы встаешь с подветренной стороны а все равно его крутит еще одна такие вот попадаются достаточно весело вот такой вот ветер разгулялся ловить практически невозможно хотя можно но невозможно а невозможно еще почему потому что этот ветер он сбил все листья из деревьев и теперь не то что по главка не видно вообще-то ничего не видно ну хотя рыбка в общем-то поклевывает но ветер ужасно о какой так что наверное будем собираться так ну вот теперь можно и перекусить вот этой ролтонской лапшой это камчатский краб это завядина это куриные крылышки все все эти штуки произведены в серпу и то есть это не китайская лапша а был еще сюжет по телевизору они рассматривали качество лапши ну в разных вещах вот ролтонская лапша как бы заняла одно из ведущих мест то есть она достаточно качественная поэтому я его всегда с собой беру ну я вообще всегда с собой часто беру всякие тоники а вот это очень интересная вещь произведена на в казахстане произведена из натуральных но по крайней мере так прописано для того чтобы себя так сказать немножко привести в нормальное состояние вещь хорошие вот здесь еще добавлен женьшень содержит сок натуральный и кофеин да эта вещь не сравнить с отбулом адреналином rush вкус замечательный это я случайно наткнул на это дело решил попробовать очень хорошая вещь для приготовления различных перекусов у рыбаков разные бывают приспособления кто готовит на костре кто на плитке у меня есть вот такая штучка невеличко очень удобная недорогая вот так раскладывается и на нее может можно ставить хоть кастрюлю хоть что вот такая штучка это я показываю в домашних условиях а вот так она выглядит на природе присоединяется обычный баллон и работает пьезоподжиг клуб и все этого баллона в общем хватает где-то часа на три на четыре работы за это время можно приготовить все что угодно и уху и лапшу и чай заварить я обычно завариваю воду в кружке она сюда прекрасно становится кружка на 600 грамм как раз хватит заварить лапшички похлебать а пока будешь есть лапшу и чай вскипит кружка это кипятится буквально 15-20 минут вот таким вот образом порегулировать поменьше побольше сейчас еще и ветер но она даже на ветру прекрасно работать сам процесс приготовления и потребления пищи я снимать не буду не люблю этого дела наблюдать в ролике как люди обедают а вот из чего обедать я вам показал ну на этом ребята на сегодня заканчиваю что ждать про рыбалку но поймал наверно с десяток уклеек хотя я в общем не собирался их ловить ну и штук 8 на плотвичек таких с ладошку ну как говорится для души можно приехать в хорошую погоду посидеть но то что сейчас творится это конечно уже ни в какие рамки не укладывается ну все ребята подписывайтесь ставьте чего поставить и общаетесь если у кого-то какие-то вопросы есть или предложение или замечание я на ваш комментарий отвечаю всегда это мой принцип ну на те комментарии которые требуют ответа ну и все до свидания